Говорим о зарядном устройстве. Меня эта тема очень волнует. Она мне интересна и близка. Если ты зарядное устройство, если ты понимаешь, что ты человек с лидерскими качествами, что ты пришел в сетевой бизнес построить большую команду, заработать денег, получить чек хороший, пассивный доход, и ты претендуешь на лидерство, то ты должен осознавать себя, что ты зарядное устройство. Образно говоря. То есть ты заряжаешь других людей. Если ты кого-то заряжаешь, то это значит, что ты в кого-то вливаешь свою собственную энергию. Ты тратишь свои собственные силы, свою жизненную энергию, распределяешь ее к каких-то людей. И глупо сливать свою собственную энергию в пустоту или в неподходящий объект. Был бы правильно хорошо понимать, куда свою энергию, в кого ее вливать. Кому помогать, с кем поддерживать связь, кого учить, кого вдохновлять, мотивировать и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, существует три основные категории наших дистрибьюторов, с которыми мы работаем. Три. Первая категория, я бы назвал таких людей, самая важная, самая ценная и самая редкая порода, это человек, который сам является потенциальным зарядным устройством. То есть потенциальные лидеры. Люди, которые содержат в себе те же самые качества, что и у тебя. Люди, которые, если с ними правильно работать, если их правильно заряжать, то они сделают тебя успешным и богатым. Несколько таких человек найти, 4, 5, 6, и все. И ты, и ты, как в народе говорят, в шоколаде. Другое дело, как их найти, это раз. А второе, как их развить, как извлечь их потенциал, как из потенциального зарядного устройства превратить его в супер зарядное устройство, в супер лидера. Итак, это тот человек, первая категория, который сам является потенциальным зарядным устройством. Вторая категория, самая многочисленная категория, это потребители энергии твоей. Люди, которые нуждаются в твоей энергии, питаются ей. И она им приносит реальную пользу. И третья категория, она менее, по количеству меньше, чем вторая, значительно. Это, я бы так назвал, пожиратели твоей энергии. Сколько бы ты в них не вливал, толку нет. Они просто жрут твою энергию, они просто опустошают тебя, разряжают тебя со страшной силой. И сколько бы ты не качал в них, толку нет. Поэтому нужно, для того, чтобы быть успешным, нужно уметь различать три вот эти категории людей. Первая, потенциальные лидеры. Вторая, это рядовые дистрибьюторы, очень важные для твоего бизнеса, который нуждается в твоей энергии. И третья, это те, в кого ты не должен свою энергию отправлять, а должен ее сберегать для первых и для вторых. Особенно для первых. Вот давайте поговорим о первой категории людей. Потенциальные лидеры. Те, кто могут сами стать зарядным устройством. Очень важно быстро определить, что человек именно такой, с такими задатками. Поэтому определить можно по признакам. У него на лбу не написано, я лидер. Нет. Я зарядное устройство. Я крутой, я буду богатым и самым лучшим твоим дистрибьютором. И принесу тебе 25% твоего дохода от всей организации. Этого нет. Ты не знаешь. Это может быть молодой парень, это может быть пожилая бабушка какая-нибудь, пенсионерка. Это не имеет значения. Ты просто не знаешь. Но какие-то признаки есть. Я вот из своего опыта вывел определенную часть каких-то признаков и могу с вами поделиться. Какие же признаки? Очень важно уметь быстро эти признаки определить, оценить их и сказать, вот он в потенциале. И в него там, и влить, в дуть максимум энергии. Если ты в этого человека, в первого, из первой категории, вольешь на первоначальном этапе, за первую неделю его деятельности, максимум энергии, считай, что ты сделал величайшее дело. Может быть ты за неделю построил четверть своего бизнеса, который ты будешь строить 10 лет. Да, на полном серьезе. Вот смотрите, первый главный признак, который я бы отметил, это то, что человек начинает действовать сразу. Он начинает сразу действовать. Это видно потому, как он начинает разговаривать с людьми, у него появляются первые дистрибьюторы, первые клиенты, он начинает звонить, он не развозит, не откладывает, он немедленно приступает к делу. Это первый и главный признак. Второе, он начинает теребить, он начинает тебе звонить, он начинает спрашивать, интерес у него проявляется, ему непонятно это. Он интересуется этим, он задает вопросы и он позитивный. Он возбужден, он позитивен, он полон энергии и он действует. Итак, он действует, он позитивный, у него сразу видны результаты. Он не просто тарактив по телефону, а у него, смотри, один подписался, второй подписался, он какие-то конкретные встречи дает. Короче говоря, от него что-то начинает поступать. Он у тебя продукт покупает, он что-то бегает куда-то и это выливается в плоды, в результат. Не просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, у меня будет там, у меня будет здесь. А у него раз, один подписался, смотришь, он пришел на презентацию, привел с собой людей, он пришел на какое-то мероприятие, на вебинар, там не знаю. Вокруг него начинает что-то происходить. Сразу, быстро. Дальше. Он самостоятельный. Несмотря на то, что он просит помощи, в нем нет таких, знаете, гордыни. Я сам, я сам, я все сам, я знаю, я видел, я слышал, я знаю, я проходил, я в прошлом, да я там, да, 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 да. Когда гордыни не видно, он просит помощи, но он самостоятельный. Такое сочетание. Он самостоятельный. Он что-то делает сам. Какие-то, он может ошибаться, но он делает что-то сам. Он придумывает что-то, спрашивается. А вот я так думаю, вот я правильно это делаю? Уже делает. Ты говоришь, вот лучше вот так вот. Он прислушивается. О, тогда ты попал на классного человека. Он не нуждается в мотивации, чтобы не остановиться. Он не останавливается. Он позитивен, у него есть интерес. Он верит, что он здесь добьется успеха. Пока. И он не останавливается. И тебе не нужно его. Ну, приди, ну, приди, ну, послушай, вот я тебе посылаю, ну, вот, почитай вот это. Он не нуждается в подталкивании, в какой-то поддержке, чтобы не остановиться. На него не влияет жена, муж, мама его в мокрой тряпкой не бьет за то, что он подписался в сетевую компанию. Он не останавливается. Ему ничто не мешает. А если мешает, он это преодолевает. Но в то же время он нуждается в мотивации. И мотивация это твои результаты. Или результаты вышестоящих. Он нуждается в том, чтобы увидеть еще больше, еще. Вот он пришел на презентацию там, да, на тест-драйв, я не знаю куда. Увидел результаты, понял, что тут люди зарабатывают 2-3 тысячи там в неделю. И думают, вот это классно. А через пару-тройку дней ты им показываешь свой чек, а у тебя там 7 тысяч долларов, 8 тысяч долларов. Или там спонсора своего покажут. О, вот это его мотивирует дополнительно. То есть он нуждается в мотивации, которая более высокого уровня. Он не остановится. И очень важный момент. Если ты рассмотрел эти признаки, то теперь ты должен проявить все свое искусство. Что нужно сделать? Два момента. Два важных шага. Первое. Нужно осознать, что это тот самый человек из первой категории потенциальное зарядное устройство. Лидер в потенциале. Зародыш. Это осознательно. По признакам определить его. А признаки повторюсь еще раз. Он начинает быстро действовать. Он позитивен. Вокруг него создается какая-то группа. Он что-то уже начинает делать. Продает. Он не просто теориями занимается. Он начинает действовать. Самое главное. Он весь горит. Он в интересе. Его ничто не останавливает. Он советуется. Не корчит рожу. Не делает умное лицо. А поддерживает с тобой связь. И вот, разглядев эти признаки, нужно в него влить максимум энергии. Итак, первое. Ты определил, что это тот человек. А теперь что нужно сделать? Теперь кровь из носа. Вот это вот самая квинтэссенция. Самое мясо. Если тебе удастся. Каждому из нас. Наткнувшись на редкого человека. Не важно, как он выглядит. Не важно, в каком он сейчас статусе. Не важно, какой у него опыт. Лучше, чтобы он не был никаким сетевиком. Лучше, чтобы был чистый лист. Не имеет значения, какой у него там фейс. Вот эти признаки, которые я назвал. Если ты видишь, все. Разбейся в лепешку. В первые часы, в первые дни его старта в бизнесе, нужно помочь ему как можно больше заработать денег. Нужно помочь ему как можно больше включить бизнес-партнеров. Нужно помочь ему увидеть как можно больше положительных результатов, чтобы вера его возросла, взорвалась. Чтобы надежды его были, не просто питались надеждой какими-то абстрактными сведениями о том, что этот бизнес прибыльный. Он должен реально в кармане ощутить деньги. Если ты ему помог, все. Считай, что ты сделал колоссальную работу. Можно за неделю, повторяю, сделать работу, которая будет кормить тебя всю оставшуюся жизнь. Потому что этот человек, получив положительные результаты с твоей помощью до первого этапа, будет развиваться дальше сам и будет повторять то, что ты сделал с ним. Приведу пример. У меня в одной из предыдущих проектов у меня была... Ну, познакомился я... Вернее, не познакомился я. Причем этот человек может оказаться не обязательно в твоей первой линии непосредственно. Он может оказаться под твоим человеком или еще глубже. Ты должен рассмотреть его. Если он у тебя есть в твоей организации, не упусти этот шанс. Особенно там, где бинар. Вот у меня была в проекте девушка одна. У нее... Она пришла ко мне во вторую линию, второе поколение. Мы подписали ее с моим дистрибьютором. У нее... Она была страшно мотивирована. У нее болел муж. И она все какие средства были бросала на то, чтобы его спасать, лечить и так далее. У нее был маленький ребенок и не один. Короче, она была в тяжелейшем материальном положении. В тяжелейшем вообще финансовых и не только там... Вообще в тисках жизненных она оказалась. У нее была очень высокая мотивация. Ей нужны были деньги. Мы рассказали ей о бизнесе. Она загорелась. У нее вспыхнула надежда, что с помощью этого бизнеса она сможет заработать много денег. Абсолютно никакого сетевого опыта. Никакого понимания вообще. Просто такая горячая, энергичная, мотивированная жизнью. Обстоятельствами жизни. В действии, в деятельности молодая женщина. И все, что мне надо было сделать, сказать ей, слушай, дорогая, я могу тебе помочь. Пока на первом этапе ты не знаешь, как работать, я просто тебе покажу. Давай мне встречи с твоими людьми. Я буду с ними разговаривать. И они будут или покупать, или включаться в бизнес. Она говорит, окей, вы мне поможете? Это правда? Это правда? Вы мне поможете? И вы будете тратить свое время на меня? Я говорю, ну такие принципы сетевого маркетинга. Да? Ну я же не знаю. Мне главное быстро, говорит она. Мне деньги очень нужны. Короче говоря, мы наподписывали ей. Она стала организовать встречи. Где попала? Собирала дома людей. И у нее она очень контактная. Люди приходили и подписывались пачками, потому что они ее знали. Она не могла толком рассказать, она не умела рассказывать, она не могла показывать этот бизнес. Из нее перли эмоции, и она не могла сделать правильную презентацию. Сама бы она напортачивала со страшной силой, благодаря своему незнанию и избытку энтузиазма. Но благодаря тому, что она вся клокотала, а я знал, что говорить, ее друзья, глядя на ее повышенный энтузиазм и опираясь на мои взвешенные умелые действия по презентации нашего бизнеса, они включались массово, мы наподписывали ей кучу народа, кучу народа. Все, через неделю, через 10 дней она быстро ухватила, что надо делать, и она стала повторять мои действия со своими людьми. И она стала помогать своим людям, подписывать под ними людей, те стали под... Короче говоря, бизнес, который развела она в моей организации, принес не десятки, не десятки тысяч долларов. Благодаря тому, что я сумел вместе со своим дистрибьютором в первой линии рассмотреть в ней вот этот потенциал. И благодаря тому, что мы влели свое... Я свое зарядное устройство включил на всю катушку и на первом этапе помог ей построить под ней организацию. Но увидела деньги, все, дальше ее уже было не остановить. А эти деньги росли, энтузиазм рос, экстаз еще выше, она все больше и больше говорила, только она за это время, видя, как я работал, научилась, наловчилась, и она стала строить бизнес своим людям, а те своим людям, она дальше, 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 дальше это разрослось в разные страны, и получился серьезный большой бизнес. Итак, самый главный человек, в которого ты должен влить энергию, это тот, кто является сам в потенциально зарядного устройства. Ищи таких людей по признакам, по признакам. Эти признаки прежде всего проявляются в том, что человек начинает действовать, что он позитивен, он самостоятелен, он не нуждается в мотивации, чтобы не остановиться, он нуждается в том, чтобы ему помогли на первоначальном этапе, как надо работать. То, что он уже делает, это хорошо, но теперь ему еще показать, как. И когда он увидел, что это просто, и что это дублицируемо, и что у него получится, она начала по-своему работать, но смысл был один. Вот все. Если вы увидели, влейте энергию, вот все, что из вас есть, пусть хлещет на этого человека. Не жалейте своей энергии. И она много энергии не заберет. Вернее, такой человек много энергии не заберет. На первом этапе попользуется, а дальше будет самостоятельным, потому что это зарядное устройство. Она не нуждается в поддержке. Один раз зарядил, показал, а дальше только дружба, только советы, только консультирование, никакой энергии. Просто сам будешь от этого человека подпитываться в дальнейшем. А вот две остальные категории, потребители энергии, основные потребители, что с ними делать, и пожиратели энергии, те, которые разряжают вас со сверхскоростью, о них мы поговорим чуть-чуть.